Дело в том, что фигура господина Дворковича на сегодняшний день приобретает некое особое звучание на фоне оставки Василия Юрьевича Суркова и передать части полномочия господину Дворковичу. Известно, так скажем, условно, если опять же это можно назвать таким образом, продемократическая, пролиберальная ориентация Дворковича. Вот, поэтому реакция СМИ на этот инцидент и раздувание из этого какого-то, скажем, такого знакового события, это просто попытка связать между собой вот эти вот обстоятельства, так сказать, новое качество Дворковича, его определенная личная и профессиональная и политическая позиция, ну и некий инцидент, которому придается особое значение. Комментировать действия силовых структур и причины, по которым сотрудники безопасности не допустили, хотя на самом деле подлинные конструкции мы с вами до конца не знаем, вот я бы не стал именно потому, что мы не владеем ситуацией в деталях, а заниматься фантазиями на эту тему, это то же самое, что сейчас рассуждать на тему, есть ли жизнь на Сатурне и когда она там может появиться. Не зная деталей, можно фантазировать. Фантазии не являются областью, в которых я силен или, по крайней мере, которые могли быть интересны нашей аудитории. Почему СМИ реагируют, я вам еще раз хочу сказать. Передача части полномочий Дворковича от Суркова, нестабильная ситуация информационная, в том числе вокруг правительства Медведева, соответственно, попытка увидеть в рядовом, возможно, событии какие-то более далеко идущие последствия или какие-то знаки, на основе которых можно строить дальние политические прогнозы. Не более того, мой комментарий такой. Продолжение следует...